Все знают, что великий русский поэт Сергей Есенин был любителем выпить и поблагурить. Но задумывались ли вы, почему он начал пить, что стало тем самым спускалым крючком? Оказывается, он узнал о матери такое, что не смог переварить. Но обо всем по порядку. Отец Сергей Александр в 12 лет отправился в Москву на заработки. Его пристроили в помощники в лавку мясника, где уже к 18 годам парень дослужился до младшего приказчика и вполне себе сносно зарабатывал. И решил жениться. Все, как у людей, просто чтобы было. В невесты парень выбрал в своей же деревне в Рязани 16-летнюю Татьяну Титову, будущую маму Сергея Есенина. Надо сказать, девушка была совсем не рада такому повороту событий. Она не любила Александра, считала того некрасивым, молчуном. Но тут в дело вмешался отец девушки. Пойдешь замуж и все тут. Не сказать, что Александр очень любил молодую жену. Парень оставил девушку с матерью в деревне, а сам вернулся на работу в Москву, изредка навещая семью. Татьяне жить было нелегко. В родительском доме девушка жила на правах барыни, а тут попала в немилость свекрови. Плюс ко всему добавились личные беды. Татьяна потеряла двух детей. Особенно жалко было девочку. К малышке уже все успели привыкнуть, а она не дожила и до двух лет. Рождение Сергея в 1895 году положение не улучшило и даже наоборот. К тому времени в доме Есенинах появилась еще одна хозяйка – жена младшего брата. Ее муж Иван Есенин тоже промышлял в Москве. Почему, в отличие от Александра, он денег домой не посылал – неизвестно. Александр же, отец Сережи Есенина, как примерный сын, все до копеечки отдавал матери. Татьяна чувствовала себя обделенной. По ее словам, порой приходилось ради молока для Сережи продавать вещи из приданого. После очередной ссоры со свекровью Татьяна схватила Сергея, которому едва исполнилось три года, и убежала прямо в дождь к родителям на другой конец деревни. Отец девушки Федор был не совсем рад гостям, но внука принял, а дочь выгнал. Наказал зарабатывать денег и присылать по три рубля в месяц на содержание Сережи. Татьяна так и сделала – уехала в Рязань на заработки и все добивалась развода с Александром и даже родила внебрачного ребенка, которого отдала на воспитание посторонним людям. Но даже узнав про ребенка, муж не дал женщине развод. Тем временем Сережа Есенин воспитывался бабушкой и дедушкой. Помните стихотворение? «Ты жива еще, моя старушка?» Так вот, друзья Сергея удивлялись. Ну какая же старушка? Ведь на момент написания стиха матери поэта было 50, а в стихе речь явно о женщине постарше. Так вот, как оказалось, Сергей посвятил этот стих бабушке. А в 1904 году, когда мальчику было уже 9, его отец и мать решили снова съехаться. Александр решил отделиться от матери и брата, потому жена согласилась вернуться. Сергея забрали домой, но он постоянно убегал на другой конец деревни, к бабушке и дедушке. Так вот, по словам сестры поэта Кати, первая серьезная пьянка Сергея состоялась в тот день, когда он узнал о том, что у его матери есть еще один сын. А потом, по всей видимости, это уже вошло в привычку. Не забудьте поставить лайк, вам не сложно, а нам приятно.